приветствую всех на канале мотковод с вами я юбак игорь моя любимая жена машенька машенька привет итак друзья сегодня 23 декабря я работаю стою продолжаю продолжаю наващивать вощину я даже не так наващиваю вощину сейчас идет метод как бы тестирование нашего агрегата в ходе эксплуатации друзья я пришел к такому мнению что все-таки за счет того что контакт лежит прямо на алюминиевом профиле который приподнимает проволоку периодически контакт как бы бывает не соединен и друзья я все таки принял решение попробовать другой метод контактирования проволоки с контактами ну и пока поставил пробные вот две так вот два такие прижимы для соединения проволоки в контакты этот мне способ если честно понравился намного больше сейчас уже с этими контактами я наващил около 200 ващин и ни одна не заставила как бы ну минимализировала возможность не до контакта к нулю вот из 200 а если бы мне пришлось наващивать таким методом конечно ну я думаю каждая десятая где-то бы все таки меня подвела за первым разом мне надо было бы ее все-таки подравнивать этот мне метод нравится больше и периодически друзья снимающим вам эти ролики про этот стол в кадры попадает как вощина как в натяжитель как рамка и конечно же есть разные вопросы на вопросы о рамках я отвечал на вопросу натяжителя отвечал а сейчас пришло время ответить на вопрос почему торговая марка дали нам эту ващина дали нам эту чуму друзья ну начнем с того что за свои 12 лет практики 12 11 бог его знает сколько ориентировочно я всегда был в поиске своего идеального улья и скажем так идеального идеальной ващины у меня не было никогда в голове найти идеальную рамку так как я не придавал значение что рамка это важный инструмент и делавший рамки обычные без лофмана они меня вполне устраивали я ими пользовался ну пока это не попробовал и понял что это тоже очень важный инструмент который облегчает в разы работу друзья поймите одно если вы облегчите себе работу ну образно есть одна и та же работа но каждый и делает по-разному один делать за один час один за два часа один за три часа соответственно зарплата по 100 рублей 1 будет в час 1 за 3 часа 1 за 2 часа так что важные но важно очень о качественном инструменте говорить и прилетел недавно комментарий там комментарий вайбер писали ребята а что за ващина но отвечаю давай нам эту повторный вопрос идет а почему именно дали нам это он ребята рассказывают что такие хорошие ващины другие друзья начнем с того что рассказывают большинство только рассказывает а на практике мало кто показывает так как это довольно сказать так интересное мероприятие потому что показывать свою работу иногда бывает себе во вред и многие этого конечно не показывают а показывать когда ващину тянут главный взяток это показывать знаете как ни о чем не показывать мы же у себя показываем и демонстрируем качеством ващины потому что поверьте мне ващина это очень важно ну очень важно потому что если вы живете только с пчеловодства и ставите акцент с экономии на ващине вы можете потерять весь сезон ну друзья во первых даже если честно я не трачусь на ней больше я не плачу ну что закарпатье западные регионы украины это такие регионы где большинство как бы пакетное пчеловодство тут как бы изобилия воска нету соответственно тут у нас нету какие-то мероприятия которые делали бы ващины всегда у нас тут ващина была привозная будь откуда будь то с киева будь то с гадича будь то за детстве будь то хоть откуда всегда она была привозная и конечно продавцы хотят тоже на этом заработать соответственно ставить свою наценку и каждый продавец заинтересован заработать как можно больше каждый как из нас мы все люди мы все хотим зарабатывать и каждый хочет заработать больше но и тут как идет или сделать большую наценку что может привести к тому что просто люди у тебя не будет покупать потому что это дорого или друзья покупать дешевый для того чтобы конкурировать на каком-то одном диапазоне но не качественно соответственно выбора у нас ващины тут на закарпатте никогда особо не было но тем не менее я пытался искал вплоть до того что в один прекрасный момент у нас тут один человек созрел сделал свою линию по производству ващины в это было у мукача он приехал к нам на сборы рассказал какой он классный какая у него хорошего щена многие из нас на это повелись принесли все свой воск нам сделали ващину друзья это было настолько отвратительная ващина что я еще с такой ващины в жизни не видел ее просто-напросто пчелы совсем не строили ну и за свои 12 лет друзья практик даже не ходим далеко в восемнадцатом году когда мы начали снимать ролики вы все видели мы ставили рамку волей у нас на каждой рамке было буква были разные буквы мы еще даже восемнадцатом году искали свою ващину это три года назад друзья а 12 лет практики я за 9 лет не мог найти себе свою идеальную ващину на тот год на 18 как бы уже очень жестко стоял вопрос по выбору ващины и мы закупили многих производителей ну как многих ну пять это для нас уже много скажем так потому что 12 производитель на чем там а производителя в кучу в украине по большому счету и мы его маркировали каждого производителя маркировали я еще восемнадцатом ролику в восемнадцатом году когда снимал ролик я говорил что вот у нас на закарпатье есть ващина как бы ценовой весовой категории до 200 гривен за килограмм и больше 200 гривен за килограмм на данный момент ващина даже дешевле тогда она была дороже так как те времена они как бы сопутствовали пчеловодство пчеловодство шло вверх и конечно этим многие начали пользоваться так как желание было пчел держать умных размножаться многих увеличивать пасек ног и соответственно надо было овощины и многие этим конечно воспользовались сделали но не так качество некоторые поднимали цены и вот это все было так плавающе на данный же момент это немного не так сейчас не такой большой спрос но тем не менее пчеловодство продолжает работать и в восемнадцатом году когда мы набрали кучу овощин эту мы не брали эту мы не брали тут безусловно мы взяли такие какие нам были доступны те которые мы своем регионе могли купить по различным магазинам так как в те года еще как-то не было так схвачено чтобы через интернет все пользоваться буквально даже вот восемнадцатый год кое-что заказывалось конечно но вот как ващину например даже голову не могло прийти заказать через интернет и сначала с начала выпуска наших роликов компания к нам сама обратилась она заинтересовалась нас она к нам обратилась мы познакомились и начали тестировать вместе с этой ващиной которая у нас уже была на пасеке начали тестировать и и в конце сезона друзья ну как бы сказать были достойные и в тех пяти ващинах но если посмотрите друзья когда уже например нашли даже две для себя идеальный ващин так стоит другой вопрос как быть уверенным в том что она будет продолжать такой же быть тут уже идет просто на человеческое как бы усмотрением ты смотришь на одних производитель на других ты одних совсем не знаешь другими познакомился и ты видишь их не отношения к работе торговая марка делай намеда они у них такое сказать ну такая как сказать жизненный не не жизненная а мотивация к работе у них ну как бы лозунг такой хочешь иметь надо работать но я так мягко сказал потому что лозунг там больше так как бы вульгарно звучит это есть такой как бы лозунг в сетях короче мягко скажете хочешь иметь надо работать соответственно мы такие же мы такие же ребята которые для того чтобы что-то иметь понимаем что приходится работать соответственно нам их не энтузиаст понравился и нам понравилось очень их не как бы интерес к работе потому что они всегда они стоят на месте они пытаются ну решить какие-то проблемы как-то коммуникабельность наладить и тому подобное и смотрите друзья в прошлом году или позапрошлом я не помню когда мы первый раз покупали довольно крупную партию я сел и на бумажке расписал было ли мне выгодно заказать из запорожья находясь находившись в закарпатье то полторы тысячи километров по новой почте было ли мне выгодно заказать ващин и мне друзья было выгоднее чем у нас купить в магазине так как наши продавцы все равно пытаются заработать у них на обмен идет больше вес надо дать больше доплатить за килограмм работы сама ващина немножко то дороже в итоге это вся разница покрыла мне вытраты воска туда-обратно соответственно я даже ничего не переплачиваю а просто получаю то что хочу и за достойные цены потому что когда ты живешь с пчеловодством нельзя рисковать просто-напросто нельзя потому что это во-первых вот смотрите сколько я стою это не дай бог что-то пойдет не так ну как с таким рисковать то никак так не рисковать соответственно тем более друзья как сказать ну тестировать ващину можно по-разному некоторые у нас алхимики наши ребята вон берут там что-то топят варят куха варят ну я понимаю так мы вообще наберем для пчел соответственно они мне расскажут довольны ли они ващины или нет соответственно ложечи ващину гулей мы можем это все наблюдать конечно в процессе изготовления ващин бывают разные технологии скажем так и конечно бывают разные нюансы но у каждой у каждого производителя как бы сказать вот эти нюансы разные если есть некоторые овощины которые просто-напросто пчела не не как бы сказать неохотно начинает строить другую охотно начинает строить если в какой-нибудь из вощин при повышении температуры в уле ну как в уле 35 градусов она начинает немного плавать немного сделать волну у других же этой тоже проблема она может и есть небольшая волна но она меньше у третьих пускай будет вы все знаем что при возготовлении вощины идет определенная технология которая но все равно как бы не делает вощину чистой скажем так которую сделали пчелы все равно тут даже в ходе эксплуатации вот сейчас я набачиваю тут что-то падает она лежит пылится соответственно когда пчелки построили и начинают ложить яйца все равно какие-то личинки все мы замечали на свеже отстроенной овощины есть такая проблема что не есть очень хороший плотный расплод как же бы был на черной рамке это только говорит о том что производство овощины подразумевается собой какие-то мыльные растворы может и пчелам не нравится они выкидывают оттуда личинки и опять же у каждого производителя вот эта частота загрязнения разное у одних более будет пестрый расплод на первый раз у других будет он минимальный и вот эти все факторы привели меня друзья к этой вощине в итоге я получил хорошую качественную вощину даже друзья и даже я вот в этом году я послал около по моему 130 килограмм воска у меня даже нет того желания чтобы мне делали из моего воска потому что я хорошо уверен в этой вощине и за эти годы вот 18 мы только тестировали полностью 19 были на ней и полностью 20 это 80 килограмм ващины друзья это хорошие пачки соответственно и 21 будет тоже только на ней вот сейчас мы этим и занимаемся так что надо быть уверенным в хорошем качеством вашем инструменте также друзья очень хорошо она себя показывает в тот момент когда мы начинаем заселять нуклеусы нуклеуса мы начинаем заселять антроличность 14 апреля 14 апреля это конечно но в разных регионах это разная у кого-то еще там только первый облет был но у нас же это время уже активного маткового сезона и конечно же друзья там очень хорошо заметно чем вы пользуетесь на пасеке потому что загрузив 6 грамм пчелы небольшое отверстие давшие им небольшое количество сиропа вы можете хорошо и наглядно увидеть какой вы овощиной пользуетесь так как хорошую нормальную овощину хорошие нормальные здоровые пчелы в хороших нормальных условиях возьмут и отстроит за свои вот эти годы практики картина разная наблюдалась когда какая овощина смотришь иногда поднимаешь на день рамочки а рамочки еще даже не тронут вот пчелки висят на них но пока не начинают трогать спустя какое-то время начинают отстраивать иногда приходишь вот смотришь уже вроде бы начали тянуть но она поплыла и это вот эти все неровности эти все как бы трудности они потом показывают себя в ходе эксплуатации тогда когда уже полностью рамка отстроен когда уже расплод и конечно когда она вот такая кривая приводит к тому или наоборот знаете когда вощину прилепил на маленькая рамочка но я имею ввиду маленькую маленький кусочек а сверху тут получается проволока где-то здесь и сантиметра полтора-два висит когда лежит она так на рамочке пчелы вот в этом замок на пространстве они же не пытаются там строить вощину поверьте мне они там пытаются не могут разобраться когда мы их взяли мокрых холодных кинули закрыли в темное помещение точно они там не думаю о том чтобы нам вощину тянуть они там думают о том чтобы что с нами произошло соответственно они скупку кучкуются сверху над рамками вот на этой вощине без проволоки и висят и конечно же они поднимают температуры этот кусок пачины потом просто-напросто отпадывает и когда все-таки пчелы начинают уже работать начинают оттягивать вот эти все вам неровности натягивают конечно это потом приходится отрывать это все ну а это все работа когда у вас один-два улика это еще не замечаешь но когда у вас много и вам приходится вот и устранять такие неполадки сэкономивши копейку на своем пчеловодстве соответственно понимаешь что лучше надо было переплатить но а все таки если переплата или нет друзья давайте вот разберемся я не знаю я не помню вроде бы 175 или 180 не помню какая цена но я веду к тому что давайте даже если бы я переплатил на каждой пачке по 20 гривен но за счет до с транспортировки а купил бы тут какую-нибудь другую я покупаю в сезон вот в этом году я посчитал что мне надо около 40 пачек это по 20 гривен 40 пачек друзья 80 гривен 800 говорю 80 давайте по 50 гривен я переплачу за каждую на каждой пачке друзья это всего лишь 2000 гривен это 2000 гривен когда ты уверенный в происходящем так что я все-таки отдал предпочтение этого щины с людьми мы этими знакомым знакомые лично эти люди имеют свои пасеки они работают на качество они изготавливают как инвентарь для пчеловодства как они не изготавливают а продают они у них есть производство по изготовлению одежды которая тоже очень качественная и очень по доступной цене у них очень хороший подход клиент мне очень нравится потому что это друзья я вот в ходе этой всей практики нашей сталкивался с многими уже там производителями и теми и семи есть такие производители когда ты ему что-то озвучил то что он не хотел слушать или не договорились о чем-то или что-то пошло не так и когда ты ходишь по выставке я тебя носом воротят просто главное чтобы не увидит тебя это смешно а когда с ребятами ты работаешь и находишь общий язык когда у тебя все получается это только в плюсики так что друзья вот почему второго марка долина в этом я уверен у них конечно кто-то может и недоволен каждый каждый производитель имеет недовольных покупателей будь это торговая марка долина мэр будь это юбак игорь матковод будь это я не знаю там какой-нибудь георгий мах из германии по матководству так как это не мои слова это даже слова ребят которые покупают маток из германии говорят для того чтобы вы в там купили матку из германии вам надо купить хотя бы пять чтобы выбрать одну соответственно нашим специалистам не нравится крутые матки из германии что самое главное но тем не менее у каждого есть а тут уже идет речь знаете был ли брак в производстве или это был некачественная эксплуатация так как ващину когда смотришь ролики некоторых ребят когда они начинают совать в улей где нет пчел где нет вероятного желания пчелами и строить так как видно что на улице нет погоды видишь что в улей нету побелки видишь что пчел мало соответственно в таком улику никто тебе ничего не строить не будет то понимаешь что ход эксплуатации данного оборудования данного инструмента неправильный но они находятся и от них мы никуда не избежим и с этим надо просто мириться все на этом буду сказать давайте продемонстрируй смотрите друзья положил контакт вот так хорошо зажался покажи машинка но это пробный вариант это все будет красиво делаться это все будет красиво делаться и это будет все замечательно и вот ставим нажали тут уже вероятностью что не же не зажал контакт ну говорю 200 сделал ни одна еще не было держу все-таки ориентировочно половину времени открытое вторую половину времени закрываю так мне больше понравилось даже не знаю почему даю пару секундочек после окончания времени все воля видим как все хорошо замечательно на ващила так что скорее всего будет механизм механизм контактирования вот такой он будет включать в себя провод к контакту не жесткой сцепки для того чтобы если ребятам надо будет форма проволоки у них в других диапазонах чтобы просто-напросто могли открутить два самореза и поставить этот контакт в нужное место чтобы сделать станок более универсальный так как кто-то левша кто-то правша ну вот конкретно этот стол может наващить я имею ввиду конкретно такая эксплуатация контактов может обслужить только такую рамку ну что тут важно чтобы она шла отсюда приходила сюда и загнуто было в эту сторону потому что но по-другому не получится но что контакт вот именно предназначен чтобы он шла пошла бы эта проволока сюда наверх соответственно ее бы надо было бы уже перекрутить так значит так значит контакт бы должен был бы тут и тут а за счет вот этих съемных контактов каждый себе сможет перекрутить и поставить там где надо давайте еще одну сделаем поставили тут еще когда у вас крышка открыта вы можете поставить она увидели что-то у вас там криво стоит поравняли я теперь сам по покривил все поравняли и накрыли и все очень легко и просто и замечательно так что друзья это очень важно выборе качественно качественно инструментов качественно материала и качественного я в начале ролика сказал что я никогда не думал что качественная рамка это тоже очень хороший инструмент только я только попробовал я сразу поменял свое мнение все на этом буду заканчивать с вами были мы подписывайтесь на наш канал ставим классы комментируйте дизлайки все всем пока пока